Итак, друзья мои, мы с вами продолжаем говорить о нашем здоровье. Здравствуйте! Вот в одной из прошлых передач я говорил о... рассказывал о том, что с нами происходит тогда, когда мы с вами некритично начинаем участвовать в процессе, который называется лечением. Когда назначаются лекарства, необходимые, наверное, во многих случаях, и следовать рекомендациям врача, безусловно, надо. Но в результате мы с вами потихоньку, принимая эти препараты из года в год, мы накапливаем у себя, создаём условия, и всё более и более эти условия как бы ужесточаем появление каких-то новых патологий, которые связаны вот с теми самыми побочными действиями, которые, эффектами, которые указаны при приёме этих препаратов. Но самое-то главное заключается в том, что прежде чем у нас с вами возникает эта вот ситуация горстевого приёма препаратов, мы с вами собственными руками, собственными желаниями и собственными отношениями начинаем уродовать, изменять, ломать ритм жизни, внутренний ритм жизни нашего организма как системы. И очень часто эти изменения, ритма, естественного ритма, ну тогда, когда, так сказать, нет генетических каких-то причин, наследственных причин, связанных с этими изменениями, начинают формировать те самые условия для того, чтобы эти вот патологии, уже заложенные, начали проявляться. Ведь, понимаете, есть одно совершенно замечательное наблюдение у многих врачей. Даже тогда, когда человек генетически, наследственно, ну как бы у человека вот есть эти причины возникновения каких-то патологий и очень тяжёлых. Очень тяжёлых. Но тогда, когда мы следуем законам природы по отношению к самим себе, например, с точки зрения питания, про воду мы уже поговорили, и не один раз, но по питанию. И когда мы нарушаем эти вот правила, что ли, необходимого и достаточного с точки зрения питания, тогда тоже возникают те же самые условия, формируются условия для возникновения всевозможных патологий. В первую очередь, они будут касаться нашего желудочно-кишечного тракта. в первую очередь. Понимаете? А потом уже эти изменения переходят на нашу сосудистую систему, на наши лёгкие, на наше сердце и так далее, и так далее, и так далее. Вот этот вот снежный ком начинает наращиваться. И тогда уже входят в этот процесс врачи, которые начинают спасать тебе жизнь. А с чего это начинается? А начинается вот с чего. Понимаете? всё-таки. Мы с вами не один раз говорили о том, что у нас желудок-то в общем достаточно небольшой. Вот он, мешочек-то этот, да? Вот он. Объём. И тогда, когда для человека приём пищи хорош, вполне достаточен и необходим, человек должен съесть вот столько, не больше, тогда у желудка достаточно сил и достаточно возможностей, чтобы, во-первых, наработать достаточное количество желудочного сока, с тем, чтобы вовремя этот вот пищевой комок обработать в желудке и уже часть направить по необходимым адресам внутри нашего организма в определённые системы. Более того, понимаете, возникает момент, когда по сигналу открывается привратник, сбрасывается, извините, желчь, срабатывает печень, и поджелудочная железа, всё это сливается в двенадцатиперстную кишку, и этот пищевой комок продолжает двигаться дальше, уже в хорошем, биологическом, при хорошей биологической подготовке начинает спокойно проходить все зоны желудочно-кишечного тракта, отрабатывать и кормить, и насыщать наш собственный организм, давая возможность выработать энергию с тем, чтобы нам с вами было и тепло, и хорошо в этом мире. Мы же. И причём эта вот история, она касается в первую очередь людей в возрасте где-то 25-30 лет, когда вот поесть, это же великое удовольствие на самом деле, поесть и побольше, поплотнее, да ещё окружающие тебя говорят, ешь, ешь как следует, будешь стильным. И при этом, вот знаете, есть такая диета, очень популярная, белковая диета, когда вы начинаете использовать, очень аккуратно к этому надо подойти, очень аккуратно. Советую, как бы, прежде чем пользоваться этой диетой, надо очень серьёзно подумать, или, по крайней мере, хотя бы посоветов с врачами. Я имею в виду белковую диету. Но дело всё в том, что тогда, когда мы съедаем такой оковалок мяса, это не значит, что хорошо. Это не значит, что мы получили много энергии, достаточное количество энергии. Нет, это не так. Понимаете, потому что мы должны, прежде чем мы получим эту энергию, мы должны потратить много энергии с тем, чтобы этот оковалок мяса переработать. Много энергии должны потратить, и зачастую больше, чем в результате этой энергии мы получим из этого самого мяса. Ведь мы не один раз с вами говорили о том, что организм у нас живёт за счёт микродоз. И даже, в общем, не то, что килограммов, а 100 грамм более чем достаточно, чтобы обеспечить наш организм достаточным количеством аминокислот для того, чтобы наш организм жил, чтобы у него были силы. А ведь именно в этом возрасте мы с вами начинаем говорить о том, что вот, о как хорошо, значит, тарелочку наваристого борща, когда эту тарелочку в себя поместили, у желудка уже полный. Уже полный. А ведь мы не даём ему возможности этот борщок обработать, отправить по назначению, дать ему пройти в нижние отделы желудочно-кишечного тракта, 12-я, тонкая кишка, толщая и так далее, в толстый кишечник. Мы не даём ему на это время. Мало того, к этой тарелочке борща мы ещё, так сказать, тарелочку котлеток, там парочку котлеток, а то и побольше, с пюрешкой, с какими-то овощами ещё. Замечательно. Это туда же отправим. А уже вслед за этим самым, этими котлетками с пюре, мы ещё отправим и стаканчик, там, чая, или, там, крепенького, хорошенького, и при этом скажем, ну, чаёк нам поможет переработать эту пищу, не поможет, дело не в этом, понимаете? А самое-то главное, мы в три раза больше съели, а то и в четыре раза больше съели, чем это нужно и необходимо. И так, извините, пожалуйста, не один раз, а два-три раза в день. Понимаете, почему появилось правило, вот после семи часов не есть, до семи часов лопай от пуза, а после семи не ешь. Вот тут мы с вами и зарабатываем всё, что хотим, включая и желчекаменную болезнь, и мочекаменную болезнь, и много ещё чего, и гастриты, и атрофические гастриты, и много чего ещё. Понимаете? Вот ведь чём вся штука-то. Понимаете? И вот тут-то мы и находимся в той самой ловушке, ловушке, которая подстроила нам наше собственное сознание. Мы удовольствие от еды получали. Удовольствие. Едим, потеем, но едим. Вкусно, хорошо. Понимаете? Вот ведь какая штука-то. Понимаете? А то есть, а то ещё и при этом, соответственно, ну, есть какие-то и возлияния добавляются. Оно и получается что? В результате. Один раз мы так поступили, второй раз, третий раз привычно, годами. Это делаем годами. Понимаете? Поэтому, так сказать, вот эти, как бы, возможности переработки такого количества, непотребного количества еды, извините, ради бога, нас начинают, как бы, утомлять наш собственный организм. Его возможности перестаёт хватать. В результате наш желудок не успевает в достаточной степени выработать пищеварительных соков на такой объём пищи. Понимаете? Наша с вами печень не успевает подготовить такое количество желчных кислот и панкреатического сока с тем, чтобы обработать такое количество пищи. А в результате огромное количество пищи вообще проходит через желудочно-кишечный тракт и даже не перерабатывается. И вот здесь, вот в этом, в этом процессе находится корень зла зачастую. Вот откуда появляется лишний холестерин, избыток минеральных солей, нарушение обменных процессов. А в результате мы имеем очень много проблем, связанных и с нашими суставами, и с нашими костями, и со слизистыми внутренних органов, и с печенью, и с иммунной системой, которые начинают страдать не потому, что там у нас дисбактериоз, и не хватает бифидо- и лактобактерий, которые бы помогли, ну, как-то поддерживать наш собственный иммунитет. Не поэтому. А причиной этого становится вот недостаточность наших защитных сил. Да, потому что эти защитные силы мы потратили на борьбу с пищей, с едой, которую мы бесконечно потребляем, без всякой пользы, только во вред себе. Вот в чем дело-то. А вот от такого рода характер питания, как правило, свойственен людям как раз вот, начиная где-то с 25 летнего возраста, 25, 30, 35, 40, 45 лет. Это привычка, выклаз привычка есть много, потому что, когда вы едите много, вы уверены, что у вас жизнь обеспечена, что у вас энергия будет. Ну, а о том, что мы в ширину начинаем расти и приобретать лишние килограммы, это, в общем, никого не беспокоит. Начинает беспокоить только тогда, ух ты, становится 90 килограмм, 110 килограмм, 120, 150, 200. Понимаете? А при этом едим, едим, едим и едим. Вот в чем беда-то. Так вот, значит, первое мы с вами проговорили в прошлый раз, в прошлой передаче, в одной из прошлых передач, что нам нужно озаботиться о том, чтобы не потерять уровня гидротации. То есть, насыщение нашего организма водой нормально, но еще и приучить себя правильно есть. Вы получаете удовольствие от еды, ну и пожалуйста. Но вы покушаете не три раза в день и не два раза в день с этим безумным количеством еды, которую вы нагружаете в собственный желудок, превышая необходимое, там, в три-четыре раза. Понимаете? А разделите эти три-четыре раза на четыре или пять приемов пищи в течение дня. И самое интересное, чтобы сразу начать себя чувствовать лучше. Более того, к сожалению, вот, например, такие вещи, как эзофагит, несмыкание привратника, какие-то другие явления, связанные с деятельностью желудочно-кишечного тракта, с нарушением ритма, когда пища из желудка переходит в двенадцатиперстную кишку, когда двенадцатиперстная кишка еще не готова к тому, чтобы эту пищу принять. Понимаете? Когда происходит сброс желчи в тот момент, когда он не должен сбрасываться, когда разрушен ритм этого дела. И, к сожалению, вот этот ритм очень долго приходится включать, приходится восстанавливать. Так, чтобы вот этот порядок, физиологический порядок, определенной природой нашей с вами жизни, восстановился, для этого одного дня не хватит, и даже одной недели не хватит. Понимаете? Минимум надо хотя бы три месяца себя потихонечку в этот режим ввести, и в этом режиме привычно жить. И вот тогда возвращается тот естественный природный ритм работы, физиологический ритм вашей работы, вашего желудочно-кишечного тракта, который нормально начинает обеспечивать вот этот круг, создавать необходимую базу для энергообеспечения вашего организма. Вот оно в чем дело-то. И как только вы начинаете это делать, вот тут начинаются лучшие изменения и в сосудистой системе нашей. Кровь-то меняется. Густая кровь – это не есть хорошо. Понимаете? У современного человека зачастую кровь, извините, как вазелин, выдавливать приходится из пальца, понимаете? Она не течет. А ее выдавливать надо. Вот ведь какая вещь-то. Ну, можно принимать кроворазжижающее, безусловно, можно применять кроворазжижающее. Но ведь кроворазжижающее – это искусственная ситуация, искусственного разжижения крови. А она должна быть, реология крови, состояние крови должно быть естественным для того, чтобы обеспечить жизнь нашего организма. Есть тем, потому что мы не можем уследить за работой нашей системы во всех зонах, во всех частях, во всех тканях нашего организма. Не можем. Вот ведь какая вещь-то. А вот этот вот режим… Помните, я говорил про дорожную карту? Формировать надо эту самую дорожную карту. Вот эти вот два пункта, то есть нормальная гидротация организма, то есть насыщение нашего организма и всех процессов, протекающих в нем водой, необходимой составляющей, да, и нормальное обеспечение нашего существования, нашей жизни пищей, питанием, то есть вот энергетической базой, теми элементами, без которыми мы жить не можем. Минералами, солями, аминокислотами, полицахаридами, все, что нам необходимо, да. Жиры, белки и углеводы. Вот этим элементом мы должны обеспечить жизнь нашего организма. Но при этом желательно этот уровень не перейти. Вот закон необходимого и достаточного нужно соблюдать. Причем надо просто помнить о том, что еда, безусловно, приносит человеку удовольствие. Это удовольствие надо уметь продлевать. Понимаете? Потому что тогда, когда вы съели необходимое и достаточное, зачастую остается желание еще чего-нибудь съесть. Еще поесть. Удовольствие. Ну, продлите его. Прервитесь на какое-то время. Прервитесь. И через там 3-4 часа вам снова захочется покушать, и вы снова получите удовольствие от еды. Вот почему появляется правило, по которому человек должен есть в течение дня нормальный, естественный. Если мы с вами не неандертальцы, питание которых зависело от того, убили они сейчас мамонта, принесли с охоты какого-нибудь динозавра, понимаете, угрохали его, и все племя пирует, насыщается этим мясом. А потом 2-3 дня, так сказать, охота не состоялась, поэтому приходится немножко голодать. Но при этом даже первобытные люди имели под рукой необходимое дополнение. Корешки, травы какие-то съедобные отыскивались, и ими вот это удовольствие от получения еды, от насыщения организма, они получали с помощью этих самых трав. Вот ведь какая, вот так вот все. Поэтому у нас с вами две задачи. Первая задача – это гидротация организма, а вторая задача – это правильное насыщение организма. Насыщение. При этом разговоры по поводу раздельного питания, белковых диет, овощных диет, углеводных диет, их огромное количество. Использование фруктовых соков, овощных соков, с теми, с другими смесями, в смеси с такой-то травой или с таким фруктом – не в этом дело. Не в этом. За каждую еду, за каждый приём пищи человек должен получать и белки, и жиры, и углеводы. Понимаете? Обязательно. И не думать при этом, что у вас холестерин низкой плотности будет превышать какие-то пределы. Не думать об этом. Я говорю, ах, я съел лишние 5 грамм сливочного масла, жира. Ах, вот цыплёнок с жирной кожей, надо этот жир содрать и выбросить собакам, которые с удовольствием его съедят. Не думать об этом. Потому что зависит это не от того, что вы используете эти жиры в своей еде, а зависит от того, в каком количестве вы используете эти жиры. И вот это правило, оно, извините, пожалуйста, имеет тысячелетнюю историю. Тысячелетнюю. И при всём моём уважении к Ивану Павловичу Неумывакину, мы с ним не один раз по этому поводу говорили, я всё-таки не понимаю смысла в этом раздельном питании. Потому что, простите, вы берёте просто зелёный лук и едите его просто пёрышки зелёного лука. Вот такие плотные, так сказать, такие насыщенные, такие жгучие немножко. понимаете, но ведь в этих в этом, в этих вот пёрышках зелёного лука есть всё, и углеводы, и жиры, и белки. Всё есть. Нет еды на земле, которую мы с вами потребляем, в которой бы не было всех этих трёх составляющих. Содержание разное, да, разное, где-то минимальное, где-то максимальное. это так. Но они всегда есть. Разделить эти элементы нашего питания нельзя. Они существуют везде. Поэтому проблема заключается в том, чтобы вот этот пищевой комок, в которого естественной составной частью входят вот эти элементы, то есть белки, жиры и углеводы, да, он не превышал необходимого и был достаточным. А вот это вот, понимаете, количество, там, скажем, килограмм, условно говоря, пищи, можно съесть и за один раз, а потом мучиться отрыжками и всем остальным. А можно разделить на четыре раза и получить от этой еды не только удовольствие, но ещё и покой, и хорошее настроение. Сейчас перерыв, ну а после этого мы с вами продолжим. достаточным. Достаточным.